Венгрия сделала свой выбор. Виктор Орбан останется во главе правительства еще на 4 года. Однако в Брюсселе этой новости не обрадовались. Нет, господин Орбан, в Венгрии этим не навредить. Вы не вправе утверждать, что эти люди хотят навредить интересам Венгрии. Виктор Орбан не заслуживает никакого уважения. Мы инициировали два расследования по нарушениям Конституции Венгрии. Мы здесь защищаем венгерскую демократию. Орбана подвергли критики за изменения Конституции и за жесткие меры против местных СМИ. Но нравится ли он остальным европейским политикам или нет, Орбан явно останется у власти еще надолго. Его поддерживают две трети населения Венгрии. Это самый высокий рейтинг среди лидеров стран Евросоюза. Свой первый срок на посту премьер-министра правоцентрист Орбан ясно показал – он не намерен преклоняться перед Брюсселем. Есть вопросы, по которым Будапешт полностью согласен с предложениями Брюсселя. Но в некоторых случаях Венгрия выступает против, потому что затрагиваются ее национальные интересы. И точно так же поступают и другие члены ЕС. Спросите Францию или Великобританию – вам скажут то же самое. В то же время Венгрия привлекла к себе внимание из-за того, что в стране все большую силу набирает политическая партия Йобик, которая вызывает опасения из-за своей ультраправой позиции. На последних выборах эта партия улучшила свои результаты, получив около 18% голосов избирателей. Йобик считает себя крупным игроком на политической арене Венгрии и выступает против иммигрантов и подчинения Брюсселю. Виктор Орбан вновь избран на пост премьер-министра. И, по всей видимости, отношения Венгрии с ЕС останутся сложными, ведь Будапешт не намерен плясать под дудку Брюсселя. Питер Оливер, РТ, Будапешт.